Привет, меня зовут Семёнов Сергей. Сегодня мы поговорим о съёмке пейзажа. Об особенности композиции, ориентировании на местности, технике съёмки, настройке камеры и штатива. Фотограф Сергей Семёнов, член Союза фотохудожников России, панорамный фотограф Epson Pano Awards 2012, победитель конкурса Best of Russia 2013, специальные призы и отметки от компании Nikon, Sony, National Geographic, Geo, один из авторов проекта Eyrpano. Итак, основой любого пейзажа является композиция. Композиция представляет собой взаимодействие объектов и планов переднего, среднего и заднего. Я рекомендую использовать принцип золотого сечения или правило третей. Это самый выигрышный приём для построения кадра для пейзажа. Итак, делим кадр на три части, по вертикали и по горизонтали, и располагаем основной объект, который мы снимаем, на пересечении этих третей. Также для поддержки рекомендую использовать диагонали и линии в кадре, ведущие к главному объекту или от него. Рассмотрим на примере. Итак, предположим, у нас есть некий пейзаж, в котором есть объекты горы, солнышко и камни. Располагаем главные объекты съёмки, горы, солнышко на пересечении третей, про которые я говорил ранее. Здесь, здесь, здесь или здесь. Также для поддержания и усиления глубины кадра рекомендую использовать тропинки, линии, речку, что угодно, для того, чтобы она вела в глубину. Итак, следующий момент, который рекомендую учитывать при построении кадров пейзажа, это использование естественной рамки из веточек, листиков или других объектов, которые попадают и сверху свисают в кадр. Также выигрышным будет смотреться игра контрастов, большого и малого, где вы можете в кадре расположить горы или любой другой объект, например, облака. И небольшой объект для подчеркивания того, насколько огромный задний план домик. Или можете попросить своего друга встать на переднем плане. Также неплохим сюжетом является ритмическое расположение деревьев, заборов, любой другой тени. Всё, что делает кадр глубже. И не последними маловажными деталями в кадре являются детали. Детали могут быть пролетающие птички, проплывающие кораблики или люди, проходящие в кадре. Советую подождать, постоять немного на месте и подождать, пока что-то из этих объектов появится. Это точно улучшит ваш пейзаж. Итак, рассмотрим на конкретном примере. Вот у нас пейзаж, про который мы будем снимать. Смотрим главные объекты. Главными здесь будут кремлёвские башни и купола, и мост. Располагаем купола на третях, на правой трети. На верхней трети у нас будет располагаться мост. Линия, ведущая вглубь кадра, это линия набережной. Также мы подождём два объекта, пролетающих чаек и корабль, который будет выплывать из-под моста. Вот такой получится у нас кадр. Итак, переходим непосредственно к съёмке. Так, мы пришли на место, заранее выбранные точки, выбрали ракурс, который нам интересен. Установили штатив, выровняли его, посмотрели по уровню, чтобы штатив стоял ровненько. Дальше приступаем к настройкам камеры. Итак, смотрим объектив в соответствии с тем замыслом, который мы задумали, и правилами композиции. Выбираем ракурс, выбираем фокусное расстояние, поближе, подальше зуммируем. И дальше восстанавливаем режим. Я рекомендую для съёмки одиночных кадров режим AV, где мы можем устанавливать диафрагму, которая нам нужна, а камера сама посчитает выдержку. Если же мы снимаем панораму, то я рекомендую использовать режим M. Итак, установили в режим A. Дальше идём проверяем ISO. ISO для съёмки пейзажа я рекомендую устанавливать минимальным, который возможно на вашей камере, не синтетическим. Обычно это ISO 100. Поставили ISO 100. Убедились, что в кадре у нас то, что мы хотели добиться. Устанавливаем либо тросик, втыкаем. Если тросика нет, мы можем использовать режим задержки съёмки. Ставим его, нажимаем кнопку спуска, убираем руки, чтобы штатив не трясся. Кадр готов. Для того, чтобы улучшить кадр, я рекомендую дождаться также тех двух объектов, про которые мы говорили. Это проплывающий кораблик и пролетающая птичка. Но для этого, конечно, не обойтись без тросиков. Итак, подождали, настроили, сняли. Кадр готов. После съёмки основного кадра можно поэкспериментировать. Подвигаться, поискать другие ракурсы, попробовать другие точки съёмки. Также можно попробовать поменять. Сесть немножко ниже, опустить камеру на парапет. Итак, сегодня мы поговорили о съёмке пейзажа, ориентировании на местности, особенностях композиции, настройках камеры и техники съёмки. В заключении хотел бы дать небольшой совет. Брать с собой на телефоне небольшие подсказки работы мастеров, для того, чтобы на съёмке можно было самосовершенствоваться. С вами был Семён Сергей. До новых встреч. Пока.